ничего еще в этой книге не знаю друзья привет я ира это мой канал о книгах и чтения оставайтесь в креслах и сегодня необычный выпуск потому что я участвую в блогерской эстафете она проходит третий год я участвую впервые и в этот раз затея объединила 20 книжных видеоблогеров причем самых разных масштабов от очень заметных величин стартовала эстафета у а не book space до небольших блогов таких как мой очень рада оказаться в компании стольких разных интересных буктюберов суть эстафеты заключается в том что каждый блогер отправляет кому-то книгу а также получает от кого-то книгу читает ее и делится в видео впечатлениями мне повезло оказаться между двумя очень интересными блогершами прислала мне книгу людмила личи а кому я отправила книгу узнаете в конце этого ролика книги мы друг другу пересылали при помощи разных интернет-магазинов и службы доставки и интернет-магазины не упаковывают не как свои книги так что я сразу же увидела что за книга я получила название книги обложка и даже имя автора мне не были незнакомы но я заранее знала что от людмилы личи можно ожидать какую-то очень увлекательную книгу в моем представлении главная творческая кредо канала людмила личи это поставки в неограниченных масштабах увлекательной литературы очень много среди книг которые о которых людмила рассказывает маленьких драгоценностей в разных жанрах очень часто это то что называется пейчтернеры до книги которые листаешь и не отрываешься от них пока не дочитаешь поэтому я подозревала что скорее всего в таком духе что-нибудь людмила личи и предложат книга пола тремблея называется голова полная призраков наверняка у люды на канале был отзыв об этой книге но как-то он прошел мимо меня так что никаких спойлеров не оказалось здесь стивен кинг пишет эта книга до смерти испугала меня а ведь меня нелегко испугать на обратной стороне пишут роман в лучших традициях сияние призрака дома на холме и изгоняющего дьявола премия брэма стокера за лучший роман честно говоря вот этот блёрк от стивена кинга убеждает меня меньше чем рекомендация от людмилы личи я взялась сразу же за чтение я получила эту книгу по дороге в школу за детьми ехала и уже в пути начала читать здесь мы оказываемся в городе беверли в штате массачусет действие происходит в конце восьмидесятых и 15 лет спустя когда к 23-летней девушке с семьей которые произошли какие-то загадочные скандальные события пришла писательница чтобы расспросить ее о тех событиях они приходят старый дом и девушка начинает свое повествование ее старшая сестра как будто бы была одержима злым духом и про это было снято реалити-шоу о чем мы узнаем от второго повествующего голоса который здесь пока мы не только один раз встретился это как будто бы блог final girl final girl это самая последняя девушка на русский переводит это такой архетипический персонаж его в ужастиках последняя девушка с которой ничего не случается который удается выбраться из переделки одна из многих героев которые единственное удается выжить то есть какой-то контекст мы получаем из блога final girl где описывается вот это шоу одержимое дальше повествование идет от имени младшей сестры мэри она рассказывает про свою старшую сестру марджери это действительно такое захватывающее достаточно легко идущее повествование мне кажется что она тем был тем интереснее чем меньше вы читали разного рода подобных текстов но поскольку я некоторое количество в таком жанре литературу употребила мне интересно какой твист предпримет автор то есть этот автор пишет уже после того как написано было сияние призраки дома на холме и изгоняющая дьявола то есть такие самые яркие образцы в этом жанре что же такое автор придумает что он сначала цепляет читателя атмосферой похожей на перечисленное произведение но потом чтобы не разочаровать читателя пол трэмблей должен придумать какой-то свой авторский твист и каким он здесь будет я сразу же начинаю гадать и просчитывать я начинаю сразу внимательно читать как будто бы между строк ища подсказки какие-то догадки то себя сразу же как расследование это читаю но в то же время отвлекаясь на периодически от этого своего расследования просто погружаясь в текст поначалу то что я вижу старшая сестра находящаяся в таком самом пике подросткового возраста демонстрирует то что многие родители могли бы назвать вот такой вот кризисом подросткового возраста пока большинство событий кроме одного которые здесь происходят можно объяснить какими-то особенностями вот подростковых гормональных изменений этого бунта бурного роста мозга и перенакаленности эмоции потребности в острых ощущениях ну и кроме того тот факт что повествование ведется от имени мэри который было восемь лет на момент описываемых событий мне очень интересно потому что здесь повествование такое очень подробное какое-то живое описывающее именно отношения сестер отношений сиблингов с каким-то таким разрывом возрасте 5-6 лет такой же разрыв возрасте был у меня с моим младшим братом близкий разрыв возрасте у моих детей я могу отчасти то что здесь описано сопоставить со своим опытом и понять какие противоречивые и в то же время очень тесные отношения складываются между сестрами но младший ребенок заглядывает в рот старшему да потому что ему очень хочется быть в этом поле здесь вот единственная закладка которая заложил чтобы не забыть говорится так я почти умоляла ее помучить меня потому что мысль о том что ей наплевать что для меня нет места в ее обширной вселенной была хуже смерти вот эта склонность старшего ребенка как-то потискать а может быть и помучить младшего иск и готовность младшего на многие жертвы и уступки лишь бы быть в поле старшего ребенка вот эти наблюдения мне кажется очень ценными и точными интересными они делают для меня текста живым таким более психологичным мне нравится за это стивен кинг за его способность настоящую семейную жизнь настоящее отношение как-то так очень точно передать поэтому сейчас вот я прочитала 117 страниц из-за 446 но это очень довольно рыхло сверстанная книжка так что она быстро читается потому что я попросила у людмила быстро читающуюся книгу пока действительно все идет очень хорошо это я буквально вот за час или полтора довольно хорошо продвинулась и не терпится узнать что там будет дальше и как полу трэмблы удастся и удастся ли ему как-то меня удивить позабавить и развлечь посмотрим люда а ребята у нас же есть вставка у нас есть вставка от людмила лича сейчас я пойду ее посмотрю ира привет сначала хочу признаться в любви тебе и твоему каналу я очень люблю твои видео мне так нравится как ты говоришь о книгах как ты их трактуешь поэтому задача выбрать для тебя книгу в эстафете мне показалось очень сложной не хотелось чего-то такого легенького и развлекательного а наоборот хотелось чего-то сложного о чем можно услышать твое мнение поэтому я выбрала спорную книгу на спорную тему это пол трэмблей голова полная призраков о чем книга книга про девочку которая по мнению одних больна шизофрении по мнению других одержима дьяволом и история рассказывает о том как две эти точки зрения столкнулись семья выступает за то что девочка больна церковь выступает за то что из девочки нужно дьявола изгнать очень будет интересно послушать твое мнение на какой стороне баррикад ты окажешься как ты расценишь поведение девочки и самое главное как тебе покажется финал мистический он или вполне себе реалистичный с нетерпением жду когда ты прочитаешь эту книгу и выскажешься очень надеюсь что книга тебе понравится прямо держу за это кулачки очень нервничаю очень будет страшно если я со своим выбором ошиблась ну и конечно не забудь ответить на этот вопрос который меня до сих пор после прочтения буквально рвет на части сушки на у меня прям мурашки по коже от этого послания я вот так сейчас чувствую такую вибрацию во первых очень приятно от людмилы ильича услышать такие слова люди спасибо больше потому что это почетно не побоюсь этого слова услышать и такой доброжелательный отклик от столь искушенного читателя вообще но я сразу когда узнала что людмила ильич мне будет присылать я воспылала такой радостью для меня это эстафета стала еще более ценные интересные потому что мне кажется что это самый крутой вариант из всех который мог быть спасибо девочкам организаторам кто распределяли людмилу ильича я вообще так немножко почитаю как фею крестную моего канала потому что она в какой-то момент когда мой блог только начинался дала мне такие хорошие рекомендации на своем канале и очень многие мои любимые подписчицы пришли с канала людмилы ильича и мы до сих пор дружим виртуально и это такая большая очень поддержка была в самом начале для моего канала так что люди спасибо большое за эти слова и за поддержку и в начале и сейчас я прям реально такой трепет испытываю и вот мне мурашки вот что касается книги я не ожидала что такой эффект на меня окажет вот этот маленький какой-то заговор да что вот людо говорит о том что какой там финал интересно как вот ты там это расценишь и у меня как-то интрига накручивается то есть помимо той интриги которая есть в тексте мне интересен этот диалог что же там такое написал наш пол трэмблей что людмилу заставила разные версии рассматривать что делает книгу такой неоднозначной как она говорит вообще я кстати говоря часто цепляюсь один из поводов для меня бывает заглянуть в какую-то книгу если блогер говорит что там какой-то неоднозначный вот там финал или вывод или ход вот я помню что относительно недавно я читала как раз по отзыву людмилы личи книгу дочь священника я посмотрела видео с обзором в частности этой книги тут же пошла нашла эту книгу и всю ночь и слушала до тех пор пока не не добралась до конца настолько я была заинтригована именно таким описанием до неоднозначности этой книги возможности разных прочтений и так далее поэтому это такой цепляющий для меня комментарий и я с еще большим интересом и охотой бегу читать эту книгу так что встретимся с вами в следующем включении думаю очень скоро что это у тебя вася это мороженое дочитала до 168 страница и мне тут хочется чтобы потом не забыть отметить вот какую вещь от обычного на хора типа изгоняющий дьявола эту историю отличает наличие вот этого голоса блогерши карен он встречается дальше и во второй части первая часть заканчивается сценой очень явно для меня повторившей сцену из изгоняющего дьявола судя по анализу карен и раньше было много эпизодов которые цитировали классические хорроры но эту фра но именно эта сцена из изгоняющего дьявола повторенная в одержимой мне запомнилось то что самая такая жуткая хватающая меня за за живое и карен разбирает сюжеты которые использовались в шоу одержимая и становится понятно что одна из фишек которые пол трэмблей предлагает в своей книге это вот такой вот культурный анализ самого этого явления хорроров любви американцев к хоррором да не только наверное американцев но в данном случае речь в первую очередь наверное об американской публике все-таки идет о том что это целая индустрия здесь упоминаются и свежие какие-то произведения типа американской истории ужасов например я вспомнила что вот на хэллоуин читала книгу клуб мэри шелли и там герои объединялись на почве любви к фильмам ужасов потом какую-то следующую книгу читала сейчас у меня вылетела из головы и там снова встречалась идея любителей фильмов ужасов и какой-то вот чуть ли не клубного комьюнити на этой почве возможно интересное развитие сюжета будет связано с этой линии и также я дочитала до того места где снова появляется сцена встречи писательницы и мэри на этот раз они не в старом доме а в доме где сейчас живет мэри в довольно впечатляющие симпатичные дорогой квартире в бостоне и я вспоминаю о том что в самые первые на самых первых страницах у меня возникла мысль что здесь возможно писательница они таким кажется или что более вероятно младшая сестра не то кем себя представляет и может оказаться что вся допустим эта история с одержимостью она ведет какой-то психопатии младшей сестры они старшие хочу также отметить насколько точно пол трэмблей описывает поведение восьмилетнего ребенка или просто какие-то особенности детского восприятия вот тут в одном месте я дважды пересчитала костяшки на каждой из его рук чтобы удостовериться в отсутствие лишних пальцев я до сих пор иногда при первом взгляде мне кажется что у кого-то слишком много пальцев я их пересчитываю чтобы убедиться что их 5 и в детстве мне тоже такое было и как ощущает себя восьмилетний ребенок в семье в которой происходит кризис там же папа был уволен семья на грани барон банкротства спагетти больше нету соуса и нет апельсинового сока и молока в холодильнике папа и мама постоянно ругаются папа обратился в религию дочь подросток заболела неведомой болезнью и младший ребенок как будто бы иголка с ниткой пытается стянуть стежками старую старые времена добрая и это очень много сил у нее занимает я сильно утомилась от тайной истории других людей еще ты папина религиозность не может не играть роли как мне кажется потому что когда он начинает рассказывать младшей дочери про иисуса святого духа бога про какой-то три единства она говорит что у нее в голове нет места для стольких голосов а папа встретил мою шутку по поводу переполненной головы смехом и сказал что если я буду попытаться хотя бы иногда то смогу привыкнуть к этой толпе для моего же блага но то что происходит со старшей дочерью это и есть толпа голосов в голове какое-то вот такое шизофреническое поведение она может быть тоже с этой религиозностью как-то связано и как бы взрослые сами предлагают ребенку вот эти вот шизофреничные шизогенные послания надежда на то что все будет в порядке если если только такой кульминационная такая сцена когда девочка просит у марджери ее бейсбольную кепку с блестками и все на нее смотрят вся семья смотрит как будто бы если она ответит утвердительно она поддержит эту игру и все встанет на свои места все будет как прежде они снова будут радостной семьей папа будет у папа будет работа в его не быть таким религиозным они с мамой не будут ругаться а дочь подросток станет обратно такой общительной и открытой но некоторые вещи невозможно повернуть вспять да и здесь следует такая характерная сцена из ужастика марджери никогда не будет одна он всегда с ней помолимся же ему то есть вот эта вот сцена из ужастика сопровождается такой тоже опять шизогенной молитвой со стороны отца и тоже к вопросу о том как маленький ребенок пытается как это говорится разрядить обстановку папа и мама просто истощены от происходящих странных вещей дома восьмилетнему ребенку хочется чтобы с ней поиграли как прежде играет без энтузиазма он думает что он и делать какое-то одолжение потому что ей надо поиграть а я не надо поиграть ей надо чтобы было просто все нормально обратно и она эту игру использует не как игру а как способ вернуть все обратно но у папы нет на этой силы он не понимает истинной потребности ребенка в этой игре и он какие-то предъявляет требования чтобы ее перехитрить в этой игре и самому меньше в нее вкладываться она эти требования выполняет выполняет я уважила его хотя на самом деле мне хотелось свалиться на пол без костной массой вплестись в волокна декоративного коврика исчезнуть под ногами у всех и быть забытой типа она такая уставшая уже этот ребенок истощен просто происходящим и мне кажется что это тоже почва для того чтобы потом мэри оказалась тоже какой-нибудь психичкой не только им кажется тоже какой-то ужасный просто этот кризис в семье мог оказаться таким губительным для ее состояния в своем разборе блогерша кэри говорит о том что если и была эта девушка на самом деле одержимы то скорее одержимой масса монстром массовой культуры одержимая коллективным сознанием потому что анализ со всего рассказа и всего происходящего с марджери все что было показано в шоу демонстрирует огромное количество цитат из массовой культуры да больше всего мне здесь хотелось зафиксировать вот этот вот свои варианты развития событий посмотрим вдруг какой-то из них окажется годным другие очки ассистент пожалуйста подайте мне другие очки на комоде на черном комоде а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что одержим именно он. У него дергается лицо, будто он испытывает страшную боль. Не находишь, что он в последнее время ведет себя несколько странно? Он весь такой набожный и при этом постоянно злобный. Я боюсь. Мне кажется, что он подумывает совершить что-то ужасное, как в истории о растущих существах, которые я тебе рассказывала. Я пожала плечами. Я уже готова была расколоться и рассказать ей, что и мама тоже бешеная. Мама не верит тебе. Это она только говорит, что не верит. А на самом деле верит. Это очевидно. Когда она видит меня, она замирает, будто смотрит фильм ужасов. Короче, новая мысль, которая меня заставила подключиться. Точнее, две. Первая мысль такая. Здесь разворачивается телешоу. Телешоу – это способ для семьи выйти из затруднительного положения. Собственно, само телешоу начинается, как мы знаем, с предыстории семьи, с истории о том, что папу уволили с работы, на которой он 20 лет работал всю свою сознательную жизнь. И они в глубоком кризисе финансовом. Им нечем оплачивать ипотеку. Телешоу – это довольно дискомфортно для всей семьи, особенно, когда у ребенка какие-то проблемы. Но они идут на это. Причем отец находится под влиянием проповедника. Мать не очень этой историей довольна, но как-то ее уговорили. И она злится и на себя, и на всех. Кроме того, здесь вообще свою роль начинает играть церковь. Мы узнаем, что именно проповедник привел телешоу в дом, где он предлагает провести экзорцистскую свою церемонию. Мать не верит в экзорцизм, но, видимо, ее убедили, что деньги надо взять. А самому священнику, в мою голову эта идея закрадывается и раньше, но в сцене подготовки к экзорцизму девочка выводит на чистую воду этого священника и говорит, что это принесет ему дополнительную паству. И что Папа Римский так делал уже. И очень популярно было это шоу, в котором документально была снята сцена экзорцизма. Церковь вообще выступает в такой роли достаточно неприглядной здесь. Отец, потерявший работу, в отчаянии находится, и он в церкви находит как будто бы некие наставления, некое облегчение, и он находится полностью под влиянием своего проповедника. И тут так интересно это замечается, это пересказ 25-летней женщины своих впечатлений 8-летних, что Папа очень разозлился на поведение дочери, и он хотел, в частности, прикрыть ее, потому что она была в одном лифчике, в съемках, в одном топе на съемках этого шоу, и в присутствии всяких разных посторонних людей, мужчин в том числе. Отец очень был этим смущен, злился на дочь, на вообще всю эту обстановку, и в других бы обстоятельствах он отыскал ей что-нибудь надеть, и бросил бы в нее этой одеждой, и разозлился бы как-то. Но ничего этого он сделать не мог из-за камер, и его любимого ментора-священника. То есть он вынужден настолько наступать на горло своему благочестию или своей отцовской роли от защиты девичьей чести, потому что за ним наблюдают камеры, которые привел туда, собственно, сам и священник. И сам священник. А потом 8-летний ребенок боится, что сестру разоблачат, что она притворяется, потому что девочка, которая всех пугает своим состоянием, объясняет ей тихонько, что это ее способ привлечь внимание к семье, восстановить финансовое какое-то благополучие, продать вообще всю эту идею так бунтарски. И это очень достоверно выглядит. Я уже не очень-то... Я как бы изначально сомневалась, но и теперь я не очень-то верю, что с ней что-то происходит такое сверхъестественное, и что автор к этому ведет, как будто бы к этому сверхъестественному. И 8-летний ребенок сомневается, но зато эти мужчины, которые играют в этот экзорцизм, они совещаются, и какие фразы звучат. Я не могла разобрать, кто из них что говорит, однако вся троица была единой во мнении, что исходя из полученных доказательств, пределов ее возможностей, Марджери одержима демоном. Каковы их аргументы? 14-летняя девочка просто не может знать то, о чем она говорила. Даже самые продвинутые семинаристы не знают такие детали. Название книги про экзорцизм. Название книги на правильной латыни. Ссылки на Фрейда и вымышленного демона, плода воображения давно уже умершего писателя. Даже если допустить, что она все подглядела в компьютере, она никоим образом не могла запомнить все это. Она не просто запомнила, она усвоила все знания. К тому же она предвидела, что ей нужно будет сказать в ходе нашего интервью. Не может девочка в этом возрасте выражаться так красноречиво. Девочки не задают вопросов, которые она ставила. Тут уже к этому моменту такой длинный подслушанный разговор, но к концу его становится ясно, что это конкретно уже со стороны автора, это такой прям степ, что эти священники настолько находятся в своем мире заблуждений, что они даже не представляют, что в наше время можно сделать 14-летняя сообразительная девочка, семья которой находится в опасном, в какой-то отчаянном положении, и просто переживающий некий кризис. Камеры, сценаристы, продюсеры, протестующие, священники. Один бедлам. Я очень боялась, что мы теряем ее, не знаем, что делать. Мне хотелось верить, это мама говорит. Каким образом мы дошли до этой точки? Ну, мать осознает безумие этого всего происходящего, но у нее есть ощущение беспомощности. Ей кажется, что она сама себя загнала в угол, и что как будто бы она не может это прекратить. Она боится за дочь, не знает, что с дочерью происходит, но вот это происходящее тоже, она осознает, что это безумие. И это безумие, оно не имеет никакого мистического, понимаете, это сутана живая, потому что здесь нет ничего сверхъестественного, здесь нет ничего необъяснимого, даже ничего незаконного, но все производит настоящий ад на земле. Все это внимание к ним, это шоу, все меркантильность этой затеи, то, что они выставляют свою семью, своего больного ребенка за деньги, на это шоу, то, что они вынуждены вообще такое делать, что им такое в голову пришло, что в этой культуре такое закреплено, что это шоу люди смотрят, что в этом участвуют так называемые духовные люди, что другие духовные люди стоят у них с плакатами под домом. Это полное безумие. И кто из них одержим, неизвестно. И сейчас я нахожусь на 288-й странице, но это типа я три четверти прочитала. И сейчас у меня есть ощущение, что голова полной призраков – это просто голова современного человека, современного, может быть, подростка. И все эти призраки – это масс-медиа, массовая культура, помноженная на веками закрепленные какие-то схемы поведения общественного, типа религии или типа капитализма, дает совершенно демонические плоды. И разрушительные, судя по всему, потому что, когда я читаю про современные эпизоды, я понимаю, что там закончилось это какими-то гибельными вещами. Насколько я понимаю, Марджери уже нету в живых. Ну, посмотрим, что дальше. В общем. А, второе соображение такое. Я поняла, что я сейчас уже 9 часов. Я начала читать в 3 часа. Все это время я читала, отвлекаясь только на небольшие какие-то дела, типа забрать детей из школы, что-то приготовить, поесть, налить себе чаю и все. И я подумала, не так уж часто бывают книги, в которые я так вот залипаю, читаю их от корки до корки, да еще и умудряюсь по ходу дела включаться несколько раз. Это прямо отличный материал для 24 часов чтения. Я, конечно, не собираюсь читать ночью, но те 2 или 3 раза, что я устраивала 24 часа чтения, я не монкировала ночным сном, потому что я уже в такие игры не играю. Но, тем не менее, 24 часа внимания к чтению мне кажется интересной темой, поэтому я дочитаю эту книжку, ну и потом буду оставаться с вами на связи до следующих... А сколько я сказала, в 3 часа я начала? До следующих 3 часов следующего дня. И, может быть, что-то еще интересное в этой области произойдет. Если вы это смотрите, значит, у меня получилось. После того, как я решила делать 24 часа чтения, буду в течение этого времени показывать, какие книжки и книжные события у нас происходят. С Васей мы сейчас читаем зверский детектив Анны Старобинец. Это такой омнибус. В нем все 4 зверских детектива. Мы сейчас читаем третий, в котором пропадают произведения искусства и королевы красоты. Маркина. Да, это как раз весенняя глава. Анна Старобинец вызвала у меня редкое, давно неиспытываемое чувство любопытства и уважения к тексту детскому, написанному на русском языке, современным авторам. Вот, Вася слушает. Вася, ну, Вася, вы мнение скажи. Ну... Тебе нравится зверский детектив? Тебе не надо переслоняться к микрофону. Да, нравится. Что тебе больше всего нравится? Ну, мне иллюстрации нравятся. Тут хорошие. Вообще, мне нравится. Кто твой любимый персонаж? Барсук Стар. А какая из историй тебе больше нравится? Пока первая. Первая, да? Там, где убили зайца. Сымитировали его смерть. Это спойлер. Ладно. А почему она тебе нравится больше других? Я не знаю. Более непредсказуемая, захватывающая дух? Да. Клава 15, в которой чужое зверство потемки. А, ну да, и мне нравится Анна Старобинец тем, что она включает в этот текст разные игры слов, а аллюзии, такие общекультурные отсылки, которые считывают взрослые, и тем самым взрослым веселее как-то читать для ребенка эти, в общем-то, бесхитростные истории. Вот как тут чужое зверство потемки. Несомненно, это шерсть горного козла. Гриф аккуратно положил клок шерсти на землю и прошелся вдоль оврага. Что-то в голосе грифа прозвучало не так, как будто было еще какое-то но. Барсукот напряженно посмотрел на грифа, потом перевел взгляд на противоположный склон оврага. Там все еще оставались подснежники, хотя по дороге на конкурс красоты он нарвал огромный букет. Ничего, он еще подарит белоснежной кошке, белоснежной цветы. Будет новый букет, и будет новая встреча, и все будет хорошо. Это шерсть горного козла, но, не терпеливо уточнил барсук старший, ему тоже почудилось что-то странное в интонации грифа. Но гриф поднялся в воздух и завис над оврагом, любуясь своим отражением в талой воде. Но теперь, когда материала больше, я понял, почему козел казался мне старым или даже мертвым. Дело в том, что это не свежая шерсть, выпавшая из живого зверя. Это скорее кусок некой вязаной ткани, шарфа или, к примеру, накидки. — Накидки! — повторил барсук старший. — Накидки! Мы срочно должны опросить крота-экскурсовода. — Но ведь мы его уже опрашивали! — разослился барсукот. — Зачем терять время? Он посмотрел вверх. Солнце уже стояло в зените. Пока мы будем бесконечно беседовать с кротами, маркизи начнут отрезать хвост по кусочку. — Мы идем к кроту! — упрямо повторил старший. Благо, он живет тут неподалеку. Мы спросим его про голого землекопа. — Про голого кого изумелся барсукот? — Вот! — барсук старший припустил вдоль врага. — Вот-вот-вот! Голого землекопа никто не запомнил! Даже ты, полицейский! А ведь он был на выставке! Неприметный такой, в накидке! Крот сказал, что землекоп помогал ему делать электрику. — Что за зверь такой землекоп? Барсукот кинулся следом за барсуком старшим. — Голый землекоп — это такой грызун, типа крота! — пропахтил барсук. — Абсолютно лысый, без шерсти, изо рта торчат два длинных желтых зуба. Землекопы хладнокровны, выносливы, терпеливы, практически нечувствительны к боли. Это, кстати, все правда. — Да. — В том числе нечувствительны к боли. Живут обычно подземными колониями, в которых стоит строгая дисциплина. Идеальные солдаты. — Откуда ты все это знаешь? Барсук в полиции обязан иметь хотя бы общее представление о любом звере. Потому что любой зверь в любой момент может оказаться либо жертвой, либо преступником. И тогда уже не будет времени выяснять, кто есть кто и у кого какие повадки. Ладно, выключай. Разнообразим наше шоу открыванием коробочки из адвент-календаря. Этот адвент-календарь я купила для недели чтения на канале «Книжная сестрица», который я веду и на который я решила все влоговые выпуски, все рубрики, книжные теги перенести. Потому что тут они как будто бы ухудшали статистику. Но должна сказать, что переход вот этих вот низкорейтинговых видео на отдельный канал «Книжная сестрица» сыграл со мной злую шутку, потому что здесь вообще статистика упала к чертям. Ну ладно. В общем, этот адвент-календарь вообще-то предназначен для новогоднего открывания. Я подсмотрела его у Насти Суворовой на канале. Но он мне попался на глаза незадолго до моей недели чтения женских романов, всякого там феминного письма и автофикшена. И я заказала, чтобы в каждом видео открывать коробочки. Здесь я уже некоторые открыла. Я открыла пятую. И следующая у нас шестая будет. Здесь косметика вот такой вот компании «Артенфакт». Я уже ее применяю. Она такая, знаете, с такими типа натуральными вкусами, запахами и составами. Здесь мне досталась осветляющая сыворотка для лица с витамином С, гидролатом розмарина, аргиерелином и алоэ вера. Наносить вечером на очищенную протонизированную кожу. Закрывать кремом через 15 минут. После применения обязательно использование средств с SPF. Вот не знаю, это зимой как раз хорошо, наверное, использовать, когда мало солнца. Ну, в конце концов, да, можно SPF подзакрыться. Сейчас у нас как раз солнечная погода началась. Ну ладно, попробую. Про то, что витамин С, это круто, слышала много на канале у Альбины. Она эти всякие витамины одно время показывала в своих влогах, тестировала. И утверждала, что после витамина С ее кожа как у младенца. Боже, пахнет как ацетон. Может, это от розмарина, так или что, я не знаю, но... Или перцем каким-то. В общем, своеобразный запах. Не очень резкий, но неожиданный. Здесь целых 10 предметов, поэтому я могу себе позволить дополнительно что-нибудь пооткрывать. Не только в своей неделе чтения. Осталось у меня раз, два, три, четыре. В неделю чтения еще два. Ну, если хорошо будете вести, то завтра еще одну коробочку открою. Такие дела. Уж полночь на часах. Я не нашла ничего лучше, чем выйти на балкон, потому что все спят уже. Хотя у меня здесь все не оборудовано совершенно, конечно, для съемок. После зимы, во всяком случае. Но я подумала, что это даже может быть таинственно. И интересно только, как свет лучше поставить, сейчас поймем. В общем, что я хочу сказать. Люда, я не сомневалась в том, что это будет классная книжка и захватывающая, и с каким-то вот пикантным нюансом. И так оно и оказалось. Все-таки профессионализм блогерский и читательский тут сразу виден. Спасибо большое тебе за это знакомство, за это времяпровождение, за этот квест такой литературный. Я очень азартно, весело, приятно провела время. Прочитала книгу действительно от корки до корки и довольна тем, как она закончилась. Точнее как, когда ты говоришь про то, что финал неоднозначный, я думаю, что для меня там тоже есть неоднозначность. И она какого плана? Зачем в конце он вводит вот эту вот холодрыгу такую? Для мнительного, так сказать, читателя, который хочет видеть мистику, это как будто бы предположение, что демон все еще где-то вокруг нас. Но мне вот лично по вкусу больше совершенно реалистичная трактовка этой истории. Но вот по моим ощущениям, в целом он придерживается как раз реалистичной какой-то конвы, которая заключается в том, что настоящие демоны — это всегда какие-то особенности, во-первых, человека, а во-вторых, общества, а может быть наоборот. Особенности устройства общества, капиталистической, условно говоря, несправедливости. Как бы это такое метафорическое обыгрывание язв современного общества. То, что этот отец семейства лишился работы, то, что телевидение — это такой способ взаимодействия людей, нездоровые зачастую, пожирающие зрителей, участников этого всего процесса, отменяющие всякие нормы человечности и превращающие людей в демонов, которые своих детей же и пожирают. У меня, конечно, есть сомнения насчет того, была ли шизофрения вообще. Если да, то у кого, конечно, есть такой соблазн, и автор как будто бы к нему немножко подталкивает или заигрывает с этой темой, с темой «Дитя-убийца». Довольно популярная как раз в хоррорах. Возможно, это как раз его такой книгсон в адрес жанровой литературы или фильмов, когда есть «Дитя-убийца», когда невинный ребенок совершает убийство, и мы не можем до конца быть уверены, сделано это нарочно или по чьему-то наущению, по своей невинности как раз, использованной во зло. Про финал я буду говорить со спойлерами, поэтому будьте осторожны. Возможно, вам не стоит этого слышать. Мое предчувствие, что этот роман будет каким-то необычным, оправдалось, и я очень этому рада. Конечно, вот эта выучка современной культуры популярной, она заставляет возвращаться к сценам встреч между Мэри и писательницей. Таких встреч три. Они действуют по такому же закону, который внутри текста и описывается. Каждая новая встреча заканчивается благополучно, и мы привыкаем к благополучию. А в третьей встрече происходит что-то неожиданное, пугающее, и мы находимся в такой растерянности, в шоке. И это влияет на наше восприятие. Вот тут этот месяц как раз был применен. Ну вот, не знаю, единственное, что такое немножко стилистическое какое-то царапание возникло для меня в тот момент, когда как будто бы нам дается возможность сомневаться, была ли Мэри таким невинным ребенком. Мне кажется, что это уже перегибание через какую-то тонкую грань вот такого элегантного вкуса, что ли. Это очень элегантные сатиры или такой, может быть, даже уважительное дание всем этим популярным жанрам. Но в то же время, я думаю, что и такая концовка имеет право на существование. И вот этот вот пикантный финал, этот оттенок холода, который царит в последней сцене, он, как и положено, хорошему хоррору, оставляет такой небольшой клиффхенгер, как будто бы, и оставляет задел для сиквела. Но, конечно, очень интересный опыт. Мне нравится вся эта затея с эстафетой. Еще раз благодарю девчонок, которые задумали эту эстафету. За эстафетой и некоторыми другими отличными затеями для книжных блогеров стоят Алина, читать нельзя зажигать, Маргоин Ред и Маша, которая из Кухонного Гнома переименовалась в Кухонного Филолога. Ой, подождите, из Кухонного Гнома в Кухонного Филолога переименовалась. Очень здорово наблюдать, как девчонки, сначала объединившись между собой, все больше притягивают блогеров в свою тусовку, приглашают и устраивают такие классные затеи. Девочки, спасибо вам большое. Обращаю ваше внимание на то, что видео Людмилы Ильичи вышло сегодня за два часа до моего. И вообще каждый день выходит по два видео. График этих выпусков я оставлю в описании к этому ролику. Список всех участников я оставлю в описании к этому ролику. Пожалуйста, заходите на другие видео. Я знаю, что все блогеры постарались как-то исхитриться и сделать необычные форматы в этих видео. Надеюсь, вам нравится эстафета, которая уже давно идет. А если вы не посмотрели предыдущие видео, то очень вам рекомендую. Ну а завтра, вот в это время, появится видео Оли с канала Cute Book Mass, в котором она будет открывать мою книгу, читать ее и делиться с вами текущими впечатлениями. Мне самой не терпится увидеть это видео. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приветствую вас в новом дне. 24 часа чтения у нас продолжается, поэтому откроем еще один ящичек моего адвент-календаря. Это что-то большое, но вообще во всем этом календаре полноразмерные бутыльки. Гель для умывания, для нормальной кожи с экстратом солодки, центеллоазиатской и киприя канадского. Вот такой белесый гель. Написано, что он без отдушки, кстати. Я как-то рассредоточилась и решила понюхать. Окей. Скоро у меня соберется полный набор средств для ухода за кожей лица. Сейчас утром ездила отвозить детей в школу. На пути туда и обратно прочитала рассказ Владимира Набокова «Весна в фиальте». Планировала прочитать этот рассказ, а может быть даже и серию, которая заглавлена «Весна в фиальте». Весной. Ну вот решила, что как раз дополнить свои 24 часа чтения можно будет этим рассказом. Он открывает как раз сборник одноименный. Сюжет этого рассказа, мне кажется, не слишком таким уж заманчивым, каким-то ярким, интересным. Он рассказывает о последней встрече мужчины с его многолетней возлюбленной подругой, любовницей даже. Он даже сам себе в точности не отдает отчет, кем она ему была. Это воспоминания о весне в фиальте, когда произошла последняя их встреча. Они могли годами не видеться, они встречались в разных странах, то в Берлине, то в Париже, то в фиальте. У моря. И всегда эти встречи были случайными. Иногда они заканчивались какими-то любовными, эротическими встречами. Иногда они в спальне даже и не встречались. Он знал, что она бывает любезна с разными мужчинами, что очень легко свою любовь дарит. Но при этом чувствовал к ней что-то особенное. На протяжении этого рассказа он как будто бы вспоминает разные их встречи. Поначалу он называет ее чем-то вроде заметок на полях. Вот есть у него основная жизнь, счастливая, благопристойная семья, благополучная. А вот эти редкие встречи с ней, это как сноски где-то там на полях. Но все-таки ближе к концу рассказа он вдруг ей признается в любви. Она смущается, потому что их отношения не подразумевают глубоких чувств. Он тут же берет это обратно. Но вот в какой-то момент он испытывал прям такие глубокие к ней чувства. И вскоре после этого она погибла. Вначале я не уловила, что это последняя встреча. И поэтому для меня стало сюрпризом, когда на последних страницах вдруг появился такой накал драматизма, какой-то намек на не очень благополучное завершение этого рассказа. Но когда я его стала сейчас перечитывать для того, чтобы кое-какие выражения подчеркнуть и упомянуть в этом эпизоде, я обнаружила, что в самом начале он говорит, что это была их последняя встреча. Таким образом, даже интонация, с которой я читала этот текст, изначально была несколько иной, чем задумывал автор, потому что он сразу предупредил, что встреча последняя, что это воспоминание наполнит такой печалью утраты. В сущности, это не так уж важно для меня, потому что сюжетная конва рассказа, она действительно как конва, как некая структура, корзинка, в которую Набоков вставляет как цветы пышное выражение. Текст здесь избыточный, причудливый, наполненный интересными наблюдениями, образами, наблюдениями за людьми, за природой, за вообще всем внешним миром, интересными словосочетаниями, необычными словесными конструкциями. И, собственно, из-за них я продолжала читать рассказ, поймала себя на том, что вот этот Набоковский вычурный стиль мне как раз заходит в маленьком тексте, потому что в большом тексте я об этим всем захлебнулась, а маленький он как будто бы дозированно дает, как, знаете, какое-то очень сладкое пахлава, там что-то такое, вот десерт очень сладкий, очень насыщенный по вкусу, по сладости. Его небольшими порциями лучше всего употреблять и чаевочком еще запивать. Что я имею в виду? С самого начала текста встречаются такие интересные обороты. Например, апельсину мальчика тремя руками отобрала девочка. Тремя руками, то есть так стремительно она их отобрала, как будто бы у нее было три руки, да? Или там был безнадежно усатый продавец сластей. Правда, тут же в этом предложении у него также безнадежно полная корзина, ну то есть немного-то он наторговал, но мне кажется, что одного безнадежно усатого бы хватило. Но все-таки безнадежно усатый звучит классно. Потом он описывает афишу цирка, и появляется невозможная зебра и одураченные слоны, сидящие на тумбах, испощренных звездами. Зажигаются окна и ложатся с крестом на спне, ничком на темный толстый снег. Дальше тут многообещающее зарево. Это он их первую встречу зимой описывает. Елки молча торговали своими голубоватыми пирогами. Кроме того, елки были дородными из-за того, что были обсыпаны снегом. Тут я не подчеркнула, но в общем елки тут же зимние такие интересные. Хохоча влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. Ампутация валенка. Вот такие вот какие-то интересные замечания. Например, небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела спустя рукава до самой земли. В том, как часто встречаются такие наблюдения у Набокова, мне видится какая-то детская жадность. Такой любознательный, волшебный взгляд на мир. В каждом абзаце внимание этого ребенка Набокова привлекают какие-то маленькие детали окружающей среды, которым он тут же находит образ, метафору подходящий. И он все это хочет вставить, вставить, вставить в текст. Или, допустим, девушка стоит, и ноги у нее свиты. Я так понимаю из контекста, что речь идет о том, что ноги у нее скрещены. Она что-то разговаривает с кем-то, ждет, и ноги скрещены. Но скрещены, это такое, я бы так сказала, это какое-то такое очень, во-первых, бытовое выражение, банальное, затертое, и оно угловатое. А здесь у нее ноги именно что свиты, они как будто бы так вот переплетены, они как-то очень гибко соединены в этой свитости. Их видится его внимание к ее женственности, к ее любви, к ее легкости, с которой она эту любовь дарит. Эти ноги как будто бы могут в другой момент обвить его, допустим, ноги свиты. Очень так тоже интересно. Потом несколько раз она, ее тело в виде зета упоминается. Она каким-то образом усаживалась на диван, что напоминало ему букву Z. И это была как будто бы ее фирменная такая посадка. Вспоминая одну из их последних встреч, он между делом слышит обсуждение господ, где барышень обсуждает. Смешно, как они одинаково пахнут горелым сквозь духи. Все эти сухие хорошенькие шатеночки. И как часто бывает, замечает рассказчик, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаясь его грустью. Пошлость обвилась вокруг воспоминания, питаясь его грустью. Вот такие вот моменты, за такие моменты интересно и приятно читать этот текст. Очень много маленьких таких сокровищ. Когда я стала перечитывать текст, я обнаружила его композицию. Вначале она мне была незаметна. Когда я знакомилась первый раз, я просто так вот стихийно этот рассказ слушала. Со второго раза я понимаю, что он композиционно очень продуманный. Он напоминает мне небольшую пьесу для пианино, допустим. И там есть какие-то темы, которые появляются в начале, которые лейтмотивом порассказывают несколько раз в течение всего произведения. И в завершающем аккорде тоже есть эти какие-то вот мотивы, нотки, сочетания. Здесь тоже есть свои такие там цирк, леденцы, допустим. Повторяющиеся такие виньетки и триоли встречаются тут. Ну и, конечно, описание весны в фиальте. Весна в фиальте облачна и скучна. Все мокро. Пеги и стволы платанов, можжевельника, грады, гравий. Далеко в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры. Кладбищенский кипарист тянется за ними. Расплывчатая, очерченная гора Святого Георгия. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково. Никак не могут вспениться неповоротливые волны. Про цвета у Набокова, это тоже, конечно, отдельная история. А вот еще один его приемчик. Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города, на крутой улице, сразу вбирая все. И дальше идет перечисление долгого пейзажа, который он в себя вбирает. В общем, приятное такое чтение. Я рада, что я распечатала этот сборник рассказов. Причем здесь он у меня с другими берегами. И я начала читать следующий рассказ «Круг». Я его помню по одному из видео у Армена и Федора, где они самые необычные начала литературных произведений. Армен подбирал. И рассказ «Круг», который начинается во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. Он мне запомнился тогда, но тогда я его, по-моему, не прочла. А сейчас начала читать и поняла, что этот рассказ перекликается с другими берегами. Другие берега в свое время очень такое приятное на меня впечатление произвели. И общие воспоминания здесь есть с началом других берегов. Ну и тут я начала читать, и мне попался скрипучий пук мокрых ландышей. Вот этот скрипучий букет, мокрый, светящийся, скрипящий. Очень как-то мне запомнился тут. Ну, может быть, дальше и потихонечку другие рассказы почитаю. Как-то приятно дозировано к Набокову вернуться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и поскольку у меня еще оставалось некоторое время до конца моих 24 часов, Я вдруг почувствовала в себе настроение взяться за книжку, которую не так давно купила. Называется «Французское искусство домашнего уюта. Мизон, милый мизон Даниэлы Постель Виней». Сама Даниэла американка и вообще есть целый корпус. Блин, такая красивая, такая красивая закладка и так она неуклюже выпрыгивает из моей книги, когда я начинаю махать ее перед видео. Такое, видите, листик гинко на Алиэкспрессе покупала. Мне кажется, очень красивая, но, как мы видим, не для всех целей пригодная. Эти американки, которые по каким-то причинам оказались в Франции, впечатлились этой страной и стали писать про это книжки, это просто какая-то преследующая меня тема или я ее преследую охотно, потому что мне симпатична и американская культура. И мне кажется, что во многих пунктах американский взгляд на жизнь похож на наш. В то же время у нас есть много общего и с французами. И вот любопытно замечать себя русскую где-то посередине между этими культурами. И когда американки делятся своим французским опытом, это я как-то люблю и все время попадаю удачно на разные книжки. Например, «Французские дети не плюются едой», «Француженки не толстеют», «Француженка не ездила в Америку», это тоже какое-то такое сопряжение культур. Потом «Уроки Мадам Шик» и «Дженнифер Эл Скотт». Я даже подписалась на ее блог и много лет смотрю ее блог на Ютубе. По-моему, кто-то еще был из американок, которые ездили во Францию и потом хотели с читательницами своим опытом поделиться. Ну и вот тут такая же история Даниэла сама со Среднего Запада. Я не знаю, правильное ли у меня восприятие, но как будто бы Средний Запад в моем представлении это такая, типа, глубинка, провинция, место жизни реднеков таких, или, ну, таких максимально обывателей, может быть, очень консервативных людей, что ли, фермеров, простых взглядов, что ли. Я могу тут совершенно низшими стереотипами оперировать, но тем не менее. В моем представлении Средний Запад – это нечто максимально удаленное от идеи какой-то французской там изысканности, гедонизма и так далее. Ну и как-то в этот городок, где жила Даниэла, попала француженка, одно время жившая в Сан-Франциско. Она открыла в этом городке на Среднем Западе антикварный магазин и была такой необычной штучкой, судя по всему, в этом городке. И когда Даниэле было 17 лет, она пыталась устроиться в антикварный магазин к этой француженке, и с ней подружилась, бывала у нее дома, и уже тогда на нее большое впечатление произвел французский дом и разительное его отличие от устройства американского дома. И потом чуть ли даже не это стало причиной ей поехать во Францию, там она познакомилась со своим французским мужем и так далее, и так далее. В общем, она с этой культурой подружилась надолго, на всю жизнь. И здесь она пишет про вещи очень прикладные, именно про устройство дома, начиная с прихожей. Она рассказывает свои истории, она рассказывает про то, как с этой же Клиной они познакомились, и какое впечатление первые визиты в дом Жаклин производили на молодую Даниэлу. Потом она начинает разбирать дом, начинает прихожей, гостиная, столовая, и через это она рассказывает о своих наблюдениях за французами, за их образом жизни, за их какой-то философией жизненной, за их привычками. Для меня это все как бальзам на душу. Здесь, возможно, ничего нового, оригинального вы не вычитаете, если какой-то критичный любитель новой информации, такой потребитель оригинального контента. Здесь, может быть, ничего и не найдет. Но для меня это в первую очередь вдохновение, это какие-то истории, это атмосфера. И я как-то с большим удовольствием начала ее читать. Почему-то мне... А, я посмотрела влог из Парижа у Леры Жук. Я, конечно, не могла такое пропустить. И стала смотреть. Потом отвлеклась, надо было за детьми ехать. Но свою роль он сыграл. И я начала как-то в сторону Парижа и Франции думать. Я в Париже была один раз, очень коротко. Но это была незабываемо очень важная для меня поездка. В важный период моей жизни я жила в настоящей французской квартире. Такой характерной очень в Османовском доме. Именно такой, как показывают в кино или в каких-то там, на этих таких характерных фотосессиях. И многие вещи, которые здесь описывает Даниэла, были в той квартире, в которой мне повезло жить. Я на Airbnb ее себе подобрала. И это прям вот то, что она описывает. Это некоторое количество безделушек. Как будто бы не специально, но из множества разных характерных вещей выстраивается образ хозяев, круг их интересов, какая-то их личная оригинальность. И это видео, мне кажется, самое просматриваемое у меня на влоговом канале. И там огромное количество комментариев, которые продолжают до сих пор ко мне поступать, хотя прошло уже 7 лет типа того. Комментарии такие, какая захламленная квартира, о боже, пылюки сколько. Наверное, что французы-людишки никчемные, потому что в таком бардаке жить. Что же здесь красивого? Полы скрипят, а каким-то хламом все заставлено. Многие пишут, как же здесь убирать, все эти финтифлюшки перетирать и так далее. Но, к счастью для меня, к моей радости, очень многие комментаторы пишут о том, что да, это настоящая французская квартира, как классно, спасибо, что показали, я бы тоже в такой хотела оказаться и так далее. Но я, конечно, была из этих восхищенных. Мне приятно вот этот опыт своего знакомства сопоставлять с тем, что в книжке описано, и как-то вспоминать это. Мне считается, что однажды тоже, возможно, я в таком прекрасном месте побываю. Короче, на такой приятной ноте я закончила свои 24 часа чтения. Здесь книжку я, конечно, только начала еще, но мне кажется, что это приятный момент для финала. Итак, я хочу поблагодарить вас за внимание к этому видео. Спасибо, что провели время со мной. Хочу поблагодарить всех участниц и участников нашей эстафеты. Заглядывайте обязательно в описание к этому видео и проходите, смотрите ролики у других участников эстафеты, потому что мне кажется, что для всех это стало таким весенним поводом для творчества. Ну и завтра встречайте ролик на канале Cute Book Mass у Ольги, чтобы узнать, какую книгу я приготовила для нее. Думаю, вы можете делать ставки. В этом видео я дала некоторые подсказки, о чем эта книга может оказаться. Пишите в комментариях ваши догадки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами была Ира. Встретимся в комментариях и новых видео. Хорошего вам дня и пока!